Почему саудиты сами разбомбили свои НПЗ и порт? Александр Запольский специально для ИРЭКС Пока заинтересованные стороны ищут в ракетной атаке хуситов на саудовский нефтеперерабатывающий завод хоть сколько-нибудь существенный иранский след, внезапно произошло событие, серьезно опрокидывающее весь текущий расклад вокруг нефтяных возможностей королевства. Главный добытчик и экспортер черного золота Саудовской Аравии корпорация «Сауди Арамка» уведомила деловую общественность о предстоящем одностороннем изменении характера и состава продукции, отгружаемой в Японию. Как сообщают источники, ключевой японский партнер с начала октября текущего года вместо легкой нефти марки «Араб Лайт» будет получать средний тяжелый продукт с гораздо меньшей долей легких фракций. Для нефтяного рынка страны восходящего солнца это все равно, что вместо качественного бензина вам вдруг стали возить топочный мазут. Тоже нефтепродукт, но сильно не тот, что вам нужен. Официальное объяснение причин отсутствует. Неофициально поставщик ссылается на негативные последствия ракетной атаки хуситов на крупнейший в королевстве, да и в мире, нефтеперерабатывающий завод в Абкейке, штатно выдававший на гора 5 миллионов баррелей в сутки из тех семи, которые саудиты ежедневно отгружали на экспорт. Из тех 10,5 миллионов баррелей, которые они у себя в стране каждые сутки выкачивали из месторождений. Однако, если рассматривать происшедшее в сочетании с разными другими пазликами, связанными с саудовской нефтедобычей, возникает стойкое ощущение того, что популярная теория заговоров вокруг арабской светлой марки не так уж сильно взята с потолка. Крупнейшее на полуострове и соответственно в КСА месторождение Гавар, десятками лет обеспечивавшее более 60% нефтедобычи страны, если не пересохло полностью, то весьма фатально приблизилось к тому. Именно такой вывод складывается из общей картины вокруг попыток монархии вывести свой главный источник денежного благополучия на ИПО. По официальной версии, Saudi Arabian Oil Company, более известная по прежнему наименованию Arabian American Oil Company или Aramco, это настоящий сказочный бриллиант. В 2006 году ФТ назвали ее крупнейшей в мире по стоимости бизнеса, на тот момент оцениваемого в 781 миллиард долларов. Как сообщает ее собственная пиар-служба, по итогам 2018 года при общей выручке в 355,9 миллиардов, Saudi Aramco получила 111 миллиардов долларов прибыли, с большим отрывом обойдя всех прочих мировых конкурентов. Официально заявляемые имеющиеся у Aramco запасы нефти в месторождениях на территории королевства находятся на отметке 255, по другим источникам 260 миллиардов баррелей. Ведущие деловые издания, едва заслышав о планах саудовской монархии вывести компанию на первичное размещение акций, в марте 2016 года дружно предрекали ей легкое достижение капитализации в 1,1, а то и в 1,4 триллиона долларов, при условии восстановления мировой цены до 75 долларов за бочку. Но даже в худшем случае владелец должен был точно получить не менее 880 миллиардов. Правда, потом дело внезапно застопорилось. Доклад, составленный по итогам внешнего аудита, привлеченными в рамках подготовки к ИПО международными экспертами, оказался решительно отвергнут, руководством компании немедленно засекречен, а работы по ИПО свернуты, злые языки в кулуарах намекали на вскрытое серьезное расхождение фактического положения дел с красивым глянцевым официальным образом олицетворения успеха. Источники в самой КСА объясняли итог решительным расхождением между экспертным прогнозом суммарной капитализации корпорации в тот самый 1 триллион и желанием принца Мохаммеда бин Салмана получить не меньше 2 триллионов. Тогда как эксперты указывали на некоторые другие странности, даже в официальных цифрах, дело в том, что до 1988 года найденные прежде всего западными ТНК и подтвержденные экспертами запасы нефти в Королевстве оценивались в 169,9 миллиардов баррелей. Точнее ее обнаружилось сильно больше, почти 200 миллиардов, но реально извлекаемый объем составил всего 169,9, причем был он сосредоточен в 6 месторождениях, из примерно двух десятков вообще обнаруженных, из которых 60% запасов находилось в одном – Гаваре. А потом, без всяких дополнительных работ по геологоразведке или каких-либо существенных прорывов в технологиях нефтедобычи, в конце 1988 года АРАМК объявляет о резком увеличении доступных к добыче запасов до 255 миллиардов баррелей. То есть, 85 миллиардов возникли чудесным образом ниоткуда. И что самое любопытное, продолжая добычу и не находя новых запасов, Саудовская Аравия ежегодно заявляла размер имеющегося доступного объема неизменным, и мировой рынок ее словам верил. На протяжении трех десятков лет саудиты ежегодно добывали 3,8 миллиардов баррелей черного золота, являясь при этом главным поставщиком светлой нефти на планете. Столько у них извлекалось в 1980 году, столько же в 1988, и в 2006, и даже в 2016. Иными словами, за прошедшие три с половиной десятилетия королевство должно было выкачать примерно 133 миллиардов бочек из 170 изначально имевшихся. А потом, после падения цен на нефть в декабрю 2016 до 45 долларов за баррель, саудиты стали докладывать о росте масштабов экспорта и объемов добычи, выйдя к отметке в 11,2 миллионов баррелей в сутки по итогам 2017 года, или 4,08 миллиардов бочек в целом по году. Таким образом, даже с учетом последующих игр на снижение объемов извлечения в рамках соглашения ОПЕК+, к настоящему моменту из местных кладовых должно быть выкачано примерно до 142 миллиардов баррелей. Напомню, из 169,9 миллиардов точно имевшихся по состоянию до 1988 года. При нынешних темпах работы остатков за граммах под аравийскими песками хватит максимум на 7,5 лет. Потом все, от слова совсем. В теории, дополнительно найденные в 1988 году 85 миллиардов должны обеспечить королевству еще как минимум 22 года благоденствия, или даже 28-30 лет, если считать с теми 7,5. И тогда претензии на 2 триллиона капитализации выглядят обоснованными. По 111 миллиардов прибыли на протяжении 28 лет – это где-то в районе 3 триллионов долларов стабильного постоянного дохода. Но только 7 лет благоденствия – это всего лишь 832,5 миллиарда. И очень похоже, именно на такую цифру вышли эксперты, проводившие аудит. Плюс-минус. Неудивительно, что она не понравилась. Даже с учетом пока еще сохраняющихся существенных саудовских капиталовложений в другие страны, остаться вообще без доходов к 2026-27 годам, да еще после стольких десятилетий жизни, в максимальной роскоши, когда даже патрульная полиция ездит на элитных спорткарах, перспектива очень и очень малоприятная. Опираясь на расходную часть официального бюджета КСА в 294,8 миллиардов долларов на 2019 год, можно обоснованно предположить, по негативному сценарию денег у королевства с учетом капитала двух суверенных фондов останется где-то на 4 года с учетом прочих ненефтяных доходов до 6,5 лет. После того, как нефтекачалки в стране остановятся, это примерно 14 лет с настоящего момента или 2033 год. По оптимистической версии, даже на падающей добыче саудиты смогут нормально просуществовать 28 лет и потом на 3 триллиона накопленной прибыли еще примерно 10-12 лет. Хватит нынешнему поколению граждан страны, их детям и на значительный срок их внукам. Разница, как вы сами понимаете, существенная, потому правительству страны было очень важно сохранить общественную веру в наличие тех самых 85 миллиардов баррелей извлекаемых запасов и успеть продать компанию до того, как карета превратится в тыкву. Причем продать непременно максимально дорого. 2 триллиона капитализаций становится не пустым капризом ближневосточного абсолютного монарха, а реальным средством сохранения страны на достаточно продолжительный период, позволяющий надеяться найти в течение этого времени какое-либо стратегическое решение в плане нового богатого источника доходов. Совершенно без разницы, кто именно спланировал и осуществил атаку на завод в Абкейке. Неменцы, иранцы, китайцы или уставшие от жары из-за глобального потепления последние на планете Йети. Главное, что в результате меры стратегической маскировки дали кардинальный сбой. Япония закупала в Саудовской Аравии от 0,82 до 1 миллиона баррелей легкой нефти в сутки. Иными словами, примерно седьмую часть или 14,28% от всего саудовского экспорта. Отказ от поставок с заменой на нефть, которую у Эр-Эр-Яда получится перекупить в Европе и других рынках, убедительно доказывает, этого количества Араб-Лайт у королевства точно нет. Хотя других похожих уведомлений прочим деловым партнера Арамка не поступало. По крайней мере, на данный момент информации об этом отсутствует. А Эр-Рияд официально говорит о полном восстановлении темпов добычи на самих месторождениях в Аравии. Возникает повод внимательно задуматься, куда же пропадает саудовская нефть. Судите сами, на входе в бассейн все вливается в прежних объемах. 10,4 миллиона баррелей ежесуточно. Завод не работает, хотя пожары уже полностью потушены. Восстановление производства в полном объеме займет, как говорят эксперты, от 8 месяцев. Вместо штатных пяти он способен выдавать не более 1,5 миллиона баррелей в сутки. До инцидента королевство экспортировало, теперь уже приходится добавлять с сомнением якобы 7 миллионов бочек. А оставшиеся три расходовало на внутренние нужды. Если добыча в прежнем объеме восстановлена, а поставлять Эр-Рияд будет продукт по его фактическому состоянию, то зачем он так истерично скупает всю свободную нефть на рынке? Куда он станет девать излишки? Назад в скважины закачивать? Или дело в другом? Тут полезно почитать о том, на чем атакованный завод специализировался технологически. В переводе на русский. На очистке скважиной жидкости от воды, песка и прочих примесей, загрязняющих исходную нефть в процессе ее добычи. И судя по всему, загрязняющий чрезвычайно сильно, что пусть и косвенно, однако подтверждает версию о значительном, даже критичном исчерпании имеющихся в КСА запасов, прежде всего в его основном месторождении. Тем самым появляется серьезное основание полагать, что 10 миллионов баррелей в сутки королевств добывает не чистой нефти, а той самой общей жиже, которой в нулевые годы некто Ходорковский пытался называть скважиной жидкостью и поставлять на экспорт без налогообложения. Стало быть, в действительности Саудовская Аравия уже многие годы в действительности добывала нефти существенно меньше, чем заявляла официально. В подтверждение тому можно отнести, ставшую достоянием общественности в результате утечки дипломатических телеграмм, связываемых с именем Сноудена, в 2011 году информация о том, что бывший вице-президент Арамко Саддат Аль-Хусейни информировал США о том, что реальные запасы нефти КСА могут отказаться на 40% ниже заявляемых. А это как раз примерно те самые 85 миллиардов бочек. Тогда известные факты начинают складываться в картину маслом без перекосов и натяга. В реальности нефти в стране осталось от силы лет на 5-7. Пока корпорация еще сохраняет репутацию крупнейшего и доходнейшего нефтяного актива в мире, его надо максимально быстро продать и предельно дорого. Для этого требуется выйти на ИПО, но пройти входной контроль перед листингом не получается. Аудиторы что-то находят. Все или не все, все или не все уже без разницы. Главное достаточно, чтобы прыгнуть выше капитализации в 800 миллиардов, что недопустимо мало, учитывая все обстоятельства. Тогда Эрият прибегает к плану Б. Первоначальный проект ИПО откладывается. В дело вступает так называемый двухступенчатый вариант. На первом этапе первичное размещение акций проводится только в Саудовской Аравии. На нем от 1 до 3% акций Арамка должны купить богатейшие люди страны на общую сумму не менее 60 миллиардов, тем самым показав свое согласие с оценкой общей капитализации в 2 триллиона. А чтобы им лучше думалось, переговоры порой ведутся в очень жесткой форме. Опираясь на этот результат, на втором этапе предполагается уже выходить на какую-либо из ведущих международных площадок с более сговорчивыми аудиторами, чтобы разместить на них еще 1-2% акций компании по максимальной ставке. По итогу, оценка полной капитализации в Сауде Аравиан Оил Компани должна достичь заданной целевой суммы или вплотную к ней приблизиться, что позволит постепенно распродать потом остальное втихую, возможно даже не на открытом рынке, мелкими лотами, не позволяющими покупателю хоть как-нибудь существенно продавить цену относительно официально заявленной на основе публичной биржевой котировки. И профит, пусть не на 2 с хвостом поколения, но как минимум на 1,5 точно. А с досрочным исчерпанием запасов и неизбежным банкротством, пусть потом новые собственники разбираются сами. Учитывая абсолютность структуры монархической власти, не удивлюсь, что ответственность за результат на новых собственников и свалят. По принципу, когда компанию вам продавали, нефть у нее была выше крыши, прибыль она приносила фантастическую, и до чего же вы ее за несколько лет довели, ироды, до банкротства. Виновные обязаны понести серьезную ответственность и заплатить достойную компенсацию, а то ведь знаете, как оно в жизни порой случается, зашел ненароком нефтоконсульство и пропал. И ведь все было бы уже почти на мази, если бы не этот ракетный удар. Специально повторюсь, все сказанное выше действительно сильно отдает теории заговоров. Но уж как-то слишком ровно в эту картину укладываются все известные факты. Кто-то начал играть против Дома Саудов. Возможно, это та самая оппозиция, которая не просит сама взойти на престол, и, возможно, и американцы, которые таким образом сбивают цену на главную нефтяную жемчужину королевства. Александр Запольский специально для ИРЭКС. Почему саудиты сами разбомбили свои НПЗ и порт? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!